Именем Аллаха Милостивого ко всем на этом свете и лишь к уверевшим в день суда. Сюжет этого фильма основан на реальных событиях и опирается на достоверные источники. Фильм был одобрен авторитетами исламскими учеными мира. Создатели фильма сочли допустимым показывать лица актеров, исполнители ролей праведных халифов с целью лучшей передачи создаваемых ими образов. Телеканал Катар и МВС представляет. Умар Аль-Хаттаб. 11 серия. Мы всегда ставили себя выше арабов и идолопоклонников. Мы говорим, у нас есть книга, которую мы читаем, и пророки, о которых мы рассказываем. Но теперь они тоже говорят, что у них есть книга, неспосланная Господом, подобно Торе, неспосланная Мусе. Кроме того, они утверждают, что Мухаммед – последний пророк, о нем завершается пророчество, и что он неспослан всем народам. Также они утверждают, что он брат Муса, и к нему приходит Архангел Джабраиль. Только Муса – не последний из пророков, и он не был неспослан ко всем народам. Это их слова. Будь справедлив, Ибн Ахтаб. То, что он говорит, совпадает с тем, что в наших писаниях. Он справедлив по отношению к нам. В своем послании он уравнял нас, жителей Ясриба, и мусульман в правах. Мы имеем одинаковые права. А тот, кто уравнял тебя с собой, не притеснил тебя. Несправедливость заключается в равенстве прав иудеев с этими людьми, ведь мы иудеи – богоизбранный народ. Я не призываю вас сомневаться в религии. Я лучше кого-либо из вас знаю нашу религию. Больше любого из вас читаю Тору и живу согласно законам нашей религии. Вы выразили согласие с тем, что написано в этом письме. Религия не разрешает заключать договор, а затем нарушать его. Этот договор действует только между иудеями, а что касается остальных, то не может быть между нами никаких договоров. Этим договором мы защитим себя, свои семьи и имущество. А когда мы будем способны на что-то большее, мы расторгнем договор. Для нас они подобны животным, которых успокаивают, когда они противятся, задабривают их, а затем привязывают. Я не понимаю такую религию. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Клянусь Аллахом, я слышал такой же призыв во сне. Как только я проснулся, я захотел рассказать посланнику Аллаха об этом, и вот уже слышу голос Беляла, который читает этот призыв. Абдулла Бензайд Аль-Ансарий видел то же, что и ты, и рассказал об этом посланнику Аллаха. И он сказал ему, воистину это правдивое видение, и это откровение. И научил ему Беляла, чтобы тот призывал людей этим призывом. Хвала Аллаху, который указал нам этот путь, и если бы не наш Господь, мы бы не пошли этим путем. Хвала Аллаху, который показал нам способ призыва людей и избавил от рупора и колокола. Пойдем расскажем об этом послании Аллаха. Тебя можно поздравить, Умар. Нет, клянусь Аллахом, это не та Мекка, которую мы знали. Ты имеешь в виду отсутствие Мухаммада и его сподвижников? Да, и наших отцов. От них нет никаких вестей. Я не знаю, что для них лучше, жить или умереть, до того, как все это закончится. Они погибли, поселив среди нас эту вражду. Мы поддерживали их мнение, даже не зная, хорошо это или плохо. А теперь мы находимся в положении, когда в наших сердцах поселились сомнения, и мы не знаем, как себя вести. И вот теперь я враждуюсь с Мухаммадом и с новой религией своего народа. Так почему же мы должны чувствовать утешение, когда часть нашего народа отступила от нас и ушла в ястреб? Разве ты не чувствуешь, что ты потерял часть себя и одиночество от разлуки с частью твоего народа? И как же нам быть завтра, когда придется сражаться со своим народом и с жителями ястреба? А если мы победим, как же нам радоваться от победы, одержанной над нашим же народом? А если проиграем, то не почувствую я после этого удовольствия от вкуса еды и питья, что это завражда, в которой нет радости от победы и смирения от поражения. Я все еще придерживаюсь прежнего мнения Абу Сулейман. Нет лучшего доказательства, чем само обстоятельство. Если Мухаммад действительно поступает по велению Бога, то, клянусь Господом, мы не сможем ему навредить. В этом случае его религия распространится. Это и станет доказательством его правдивости. А если дело обстоит по-другому, мы победим его и будем следовать религии наших предков, и не упрекнем себя за это. Из того, что ты сказал, я понял, что если Мухаммад следует истине, то ты последуешь ему, а если следует лжи, то останешься верен в себе. Клянусь жизнью, я полностью согласен с тобой в этом. О Мухаджиры и ансары! Пришло время взяться за оружие. Курайшиты приблизились к окраинам Шама, а там ваше имущество, которое они отняли у вас гнетом и клеветой в момент вашего переселения из Мекки. Посланник, мир ему и благословение, поручил вам отправиться туда. И, быть может, Аллах вернет вам ваше имущество. За оружие возьмитесь, за оружие! Соберитесь у родников, мусульмане, как требует от вас посланник. Религия обольщает этих людей. Они не считают Курайшитов за людей, хотят отобрать у них своё имущество. Клянусь Аллахом, они погубят себя. Хоть бы случилось так. Мы этого и ждём. И тогда колдовство этого человека исчезнет, и Ясреб начнёт жить прежней жизнью. На помощь! На помощь, Курайшиты! На помощь! На помощь! На помощь! О, Курайшиты! Ваше имущество, которое было у Абу Сафьяна, подверглось нападению Мухаммада и его сподвижников. Мы должны отправиться туда! На помощь! Вы слышали, что он говорит? Если вы не выйдете, то ваше имущество пропадёт, и вы будете унижены! Пусть все выйдут сражаться! Готовьтесь к сражению! Каждый из нас выйдет защищать своё имущество! Ты понимаешь что-нибудь из того, что говорят люди? Кажется, призывают сражаться. Сражаться? Отец! Кто враг? Ваш друг! Посланник Аллаха? Мы вынуждены защищаться. Они напали на караван Абу Сафьяна. А ты? Ты выйдешь с остальными? Вы что, считаете отца слабаком? Нет силы и могущества ни у кого, кроме Аллаха. Говори, что хочешь. Слова не освободят тебя от аков. Но я боюсь, что ты убьёшь кого-нибудь или убьют тебя. Убьёшь подобного мне и... Пойдёшь в грех. Или же убьют тебя неверным, и ты попадёшь в ад. Быстрее выполняйте, что вам велели. Ты тоже собираешься выйти? Да, я уже готов. Не надо. Радум Акзума достаточно, чтобы защищать имущество. Что касается меня и Кримы, мы выйдем с народом, чтобы встретиться с Мухаммедом. А ты останешься в Мекке вместо нас, чтобы защищать её от сынов Бакра бин Кинана. Тебе известно, что между нами вражда, и мы ждали их нападения, пока не поступили эти известия. Если в Мекке не останется всадников, то они могут напасть на нас. Нельзя этого допускать. Авалид. Я повелел слуге, чтобы он присмотрел за вами до моего возвращения. А если ты не вернёшься? Горе тебе. Ты предрекаешь для меня плохой конец? А вы ждали, что мы будем желать для вас победы над нашим пророком и посланником? Нет, я буду просить и победить для нашего пророка. А тебе спасение и наставление на правильный путь. Отец! Ты ещё не забыл, что я твой отец? Я почувствовал зов крови, когда увидел, как ты готовишься идти на сражение. Освободи меня, отец. А почему я должен это сделать? Я войду и буду сражаться с тобой. Неужели ты думаешь, что тебе удастся обмануть отца, Абдулла? А я раньше когда-нибудь обманывал тебя. Если я хотел бы сделать это, то сделал бы давно. Ты хочешь сражаться против Мухаммеда, несмотря на то, что ты исповедуешь его религию. Теперь я понял. Если бы его слова были правдой, если бы Аллах был со мной, то мне не пришлось бы сидеть столько времени в аковах. И когда я увидел, как ты готовишься идти на сражение, я понял, что буду защищать своего отца и тем самым исполнить свой долг перед ним. Нет силы и могущества ни у кого, кроме Аллаха. Ты слышал, что сказал твой брат? А что скажешь ты? Нет силы и могущества ни у кого, кроме Аллаха. Горе тебе. Горе тебе. Бери с него пример. Брат ввёл тебя в заблуждение, а теперь он исправился. Я брал с него пример, когда узнал от него истину. А теперь пусть возвращается к заблуждению один. Как же плох его поступок. Я вижу, ты ещё не подготовился, Абу Али. Ты же видишь, я уже постарел и ослаб. И не в состоянии сражаться. Струсил ты, Абу Али. Струсил. И решительность твоя слабла. Не вставай, Абу Али. Не вставай. Сиди тут, как женщина. Ты увидишь, кто из нас мужчина. Увидишь. Увидишь. Пусть убьёт тебя, сын скверного. Найди Абдуллу и отправь его ко мне. А то мы отстанем от нашего племени. Он не ответил тебе? Я сделал всё, что было в моих силах, но всё безрезультатно. Я считал тебя более настойчивым. Вы меня удивляете каждый раз. Абдулла возвращается к своему отцу, а Абу Джандаль настаивает на своём. Я даже не знаю, что мне делать. Радоваться его настойчивости или же злиться на его упрямство. Абдулла возвращается к своему отцу. Мечами их разите. Ведь униженью предпочтительнее смерть. И кровью вражеской вы землю окропите, тем защитив своё достоинство и честь. Удачи тебе, Удба бин Равиа. Удачи тебе, Валид бин Удба. Удачи тебе, Шайбат бин Равиа. Не спешите, Курайшиты. Мы получили сообщение от Абу Суфьяна. Кто ты такой и с чем ты пришёл? Я посланник Абу Суфьяна. Он отправил меня, чтобы сообщить вам, что караваны те, кто были с ним, спаслись, а вы вышли, чтобы защищать свои караваны и имущества. Возвращайтесь. Вы слышали, что он сказал? Спаслись на этот раз. Но есть ли гарантия, что спасёмся в следующий раз? Или вы собираетесь прекращать торговлю с Шамом? Нет, клянусь, мы не вернёмся, пока не дойдём до Бадра. И не остановимся там на три дня. Заколем животных. Будем пить вино и наедаться сколько угодно. А певицы будут нас развлекать. А нас услышат арабы. О том, как мы собираемся, идём в походы. И после этого они будут бояться нас всегда. Вперёд! Бадра. Второй год от Хиджеры. Курайшиты идут к вам со своими сыновьями. Мы вышли из Медины только ради каравана. Мы не знали, что придётся сражаться. Если бы знали, то взяли бы с собой и тех, кто остался там. Они опередили нас. И первыми добрались до родников Бадра. Если это затянется, нас замучает жажда. А почему это должно затянуться? Всё завершится следующим утром. О, Аллах! Они разорвали родственные узы. Пусть их постигнет поражение. Может, кто-нибудь пойдёт и узнает, сколько их? Пусть он летит. КОНЕЦ Абу-Язид, твой сын Абдулла Абин Сухаэль. Что с ним? Убежал к сподвижнику Мухаммада. Я думаю, мы не догоним его. Ты слышал, что он сказал, Абу-Язид? А что ты хочешь, чтобы я сделал? Клянусь Аллахом, если мой сын сел на лошадь, его уже никто не догонит. Клянусь Аллахом, твой сын обманул тебя. Он ушел с тобой только ради этого. Разве мог я раскрыть его сердце и узнать, что он за мышление? Я должен был догадаться, что решимость моего сына Абдуллы не поколеблется. И даже родственные узы ему не помешают. Твой сын пошел туда же, куда и мой сын. Что хорошее в том, что мы будем воевать против наших детей и уподобимся отсекающему нос своими же руками. Абдулла, ты хороший человек. Хвала Аллаху, который спас тебя от них и дал принять участие вместе с посланником в первой битве. А что сделал твой брат, Абу-Джандаль? Прочь с моих глаз, я не хочу видеть тебя больше. И это после того, как мы столько времени пребывали вместе, и эти оковы остались только тебе? Ты не хочешь освободить себя от них? Мне не видать теперь свободы. А ты? Ты не оправдал моих надежд. Вот как ты думаешь про меня, брат. Я не мог пропустить первое сражение посланника Аллаха с этими многобожниками. Ты выходишь с ними, чтобы присоединиться к мусульманам. И ты будешь сражаться против своего отца? Я буду сражаться против многобожников. Что ты скажешь теперь, Абу-Джандаль? Сделаешь то же, что и я. Как мне быть, когда я встречусь с отцом на поле битвы? Или же когда увижу, как он нападает на моих друзей? Или когда увижу, как один из моих друзей направляет на него свой меч? Нет. Я не вынесу этого Абула. Я лучше останусь тут. Пока Аллах не освободит меня. Ну, говори, что ты увидел? Их триста человек. Чуть больше или чуть меньше? О, Курайши-то, я увидел людей, которые готовы легко распрощаться со своей жизнью. Людей, не имеющих ни укреплений, ни укрытий, ничего, кроме мечей. Я думаю, что каждый из них, прежде чем будет убит, убьет хотя бы одного из нас. Если даже из нас погибнут столько же людей, сколько у них, то это тоже будет большая потеря для нас. Теперь решайте сами. Ах ты, сын безобразного! Ты что пугаешь людей? Он сказал только то, что увидел. Ты упрекаешь его за правду? Он увидел это глазами, испытывающего страх. Клянусь Аллахом, я не трус, и завтра вы в этом убедитесь. О, Курайши-то, не нападайте на Мухаммада и его товарищей. Если нападете на него, то как люди будут смотреть друг другу в глаза? Ведь между ними будет стоять смерть племянника или смерть человека из-за их общины. Возвращайтесь назад. И оставьте Мухаммада на других арабов. Если они убьют его, то это то, чего вы хотели. Если случится другое, то вы не подвергнетесь со стороны людей никаким упрекам. Нет, клянусь Аллахом. Мы не отступим, пока Аллах не рассудит нас и Мухаммада. Вот бы боиться, что когда завтра мы столкнемся, вы убьете его сына, который вместе с подвижниками Мухаммада тобой движет страх. И ты сказал, что хотел. Ты боишься встретиться с Мухаммадом? Ты ошибаешься, Абульхакам. Ты еще узнаешь, кто испугался, я или ты. Увидишь. Это Абульхакам. Он из рода Махзума. Он один из вас, ваш господин, после того, как погиб твой отец. Я не горжусь этим перед людьми. А почему ты вышел вместе с народом? Что ты имеешь в виду? Вышел вместе со всеми. Например, я вышел, чтобы защитить наше имущество, которое находится в кровани Абу Суфьяна. Я бедный человек. Если бы не мой дядя Сафан, мы бы голодали. Я обычный человек своего народа. Мухаммад и те, кто с ним, тоже люди из твоего народа. Они покинули мой народ. Лучше скажи, твой народ их выгнал. И вот теперь твой народ взял тебя с собой, чтобы защищать свое имущество, так как твоего имущества там нет. О посланник Аллаха, обратись с мольбой ко Всевышнему Аллаху. Аллах непременно исполнит обещания, данные тебе. КОНЕЦ 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 Девушки отдыхают О, Господь Каабы! Они разорвали родственные узы и пришли к нам с тем, что чуждо нам. Даруй нам победу! Сегодня мы будем сражаться со словами посланника Аллаха на устах. Аллах един! Аллах един! Аллах един! Аллах един! Аллах един! Аллах един! Горе моему отцу. Запрещает людям сражаться и просит их вернуться. И в то же время первый выходит на поединок вместе с моим дядей и братом Валидом. Нет сил и могущества ни у кого, кроме Аллаха. А Мухаммед, пусть против нас выйдут самые достойные из вас. Достойные противники. Аллах един. Аллах един. Аллах един. Аллах един. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Аллах Един. Аллах Един. Аллах Един! Аллах Един. Аллах Един. Аллах Един. Аллах Един. Аллах един! Аллах един! Аллах един! Аллах един! Аллах един! Аллах! Аллах! Аллах Един! 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 Захват в плен и выкуп! Захват в плен и выкуп! Захват в плен и выкуп! Нет тебе спасения, Умайя Бен Халяв! Нет тебе спасения! Плен и выкуп! Нет тебе спасения! Аллах Един! 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 Вперед! Вперед! Посланник Аллаха, мир ему и благословение. Повелел нам хорошо обходиться с пленными. Двенадцатая серия Вперед! Вперед! Посланник Аллаха, мир ему и благословение, повелел нам хорошо обходиться с пленными. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА НАПРЯЖЁННАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Мои отец, брат и дядя! Мои отец, брат и дядя! Горе Мухаммеду за то, что он сделал с ними! Мои отец, брат и дядя! Заживёт ли моя рана от этой потери? Хватит, Хент! Сколько можно оплакивать? Сколько слёз ты пролила? Хватит! Все мы оплакиваем Удбу, сына Рабии! Все мы оплакиваем Удбу, сына Рабии! Мы отомстим, Хент, обязательно отомстим за эту боль! Хамза! Он за всё ответит! Если я заполучу его, клянусь, я распорю его живот! И съем его печень! Только это излечит мои раны! Мои отец, брат, друг и двоюродный брат Умайр ибн Вахб, его сын, как мне трудно осознать эти потери! Мы отомстим за ней, Хосафан! Клянусь богами! Я не успокоюсь, пока не отомщу! Победа будет на нашей стороне! Да! Да, жизнь полна превратностей! И когда сражаются благородные мужи, нет позора на том, кого убил равный ему! Но то, что моего отца убил тот Эфиоп, который был нашим рабом и носил наши грузы, доил наших овец, это позор Абу Суфьяна! О, Сабван, моего отца также убил пастух-овец! Сын рабыни, сам раб! Ваших отцов убил тот, кто положил меч в руки раба и пастуха и сделал из них предводителей! Наш гнев должен быть направлен против Мухаммада! Убив наших отцов, Мухаммад продолжает считать, что мы должны перейти в его религию! Это подобно тому, что мы убьем наших отцов еще раз только своими руками! Не отклянусь ли этом, мы возвеличим своих отцов местью за них! Будем враждовать с Мухаммадом так же, как они, пока не отомстим или не откроемся к своим отцам! Все ли это поддерживают? Да, да! Они еще не видели, на что ты способен, Абус Сулейман! Если бы ты был с нами, то нас не постигло бы то, что постигло! Мы напали на них с нашими стариками, которые потеряли резвость, а они выстрели против нас молодых, среди которых были и наши родственники! Теперь же настало время, и мы завтра непременно покажем Мухаммаду, кто из нас могущественнее! Халид и Крима! Сафан и Амр! Если бы твой брат Валид был таким же, как ты, Халид, мы не увидели в нем решимости! Он предпочел бросить оружие и сдаться в плен! Валид слабохарактерный? Неужели будут говорить, что Валид Ибн Аль-Валид струсил? И это будет позором нам и нашему отцу! Отец управлял мною, пока был жив, неужели будет управлять и после смерти? Ты много споришь со мной, клянусь, Господом, ты выйдешь в поход и берегись моего гнева! Я не дам нарушиться твоей клятве и выйду, но, клянусь, ты пожалеешь, что я вышел! В плену, и его руки, и ноги в цепях? Он считал меня слабым, а себя сильным! А теперь, посмотрите, чем все обернулось! Клянусь Аллахом, ты меня очень расстроил, Сухайль Ибн Амр! СМЕХ Успокойся, успокойся! Не утруждай себя! Если бы не моя печаль за отца и брата, я был бы самым счастливым из людей, радующимся твоему спасению! Ведь мы уже отчаялись и думали, что ты убит! Так подумали из подвижники Мухаммада, когда они отвлеклись, я отполз и исчез из Ихвида. Но моему сыну не помогла его сила, и он теперь в плену. Это лучше, чем то, что случилось с моим отцом. Его убил эфиопский раб, то, что прислуживал нам. На всему свое время мы придумаем, как освободить твоего сына. Мы тебя непременно обрадуем. Неужели вы не оплакиваете нашего брата Абульхакама? Кто вы после этого? Мы твои дяди, Икрима. Те, кто оставил своего брата и взял в друзья тех, кто его убил, не являются мне дядями. Наш брат Абульхакам сам выбрал себе этот путь без колебаний и страха. Если мы и горюем по нему, и оплакиваем его, то лишь потому, что он умер, будучи неверным. Нас утешают в этом лишь слова Всевышнего. Ты не наставишь тех, кого возлюбил. А также слова Всевышнего. Не изводи себя скорбью по ним. А твой отец заковал нас в цепи и сделал это повелению старшего брата и для почета среди людей рода Махзум. А кто теперь ты, Икрима? Тебе, племяннику, не подобает иметь власть над нами? Если же ты, как сказал, отрекаешься от родства с нами, то какое дело тебе до нас, чтобы держать в цепях и заточении? Я буду придерживаться мнения отца относительно вас обоих. Вы оба из рода Махзум, и с вами поступят, как поступают со всеми, кто оставляет веру своих отцов. Я буду поступать с вами так, как поступал отец. Теперь я на его месте. Ты обманываешься своей властью, Икрима. Обманываешься. Мир вам. И вам мир. Посланник Аллаха, мир ему и благословения, согласился отпустить вас за выкуп с каждого по мере его богатства. А у кого нет имущества, но он умеет читать, то пусть обучит одного из мусульман чтению и письму. Вы отдаете нам хлеб, а сами довольствуетесь финиками? Посланник Аллаха, мир ему и благословения, велел хорошо относиться к вам. Ваш посланник завещал вам, и он, клянусь Аллахом, добрейший из людей, но он не требовал от вас возвеличивать нас в ущерб себе. Мы возвеличиваем себя верностью и послушанием нашему пророку. Да благословит его Аллах и приветствует. Так что, ешьте. Дай нам еще и фиников. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Что заставило вас делать это? Выкуп, Абуджандель. Что за выкуп? Горе тебе. Ты что, забыл, что твой отец в плену? Ты пойдешь туда с деньгами и выкупишь его за четыре тысячи дирхемов. Столько назначил Мухаммад за него. Нет, я буду послушан отцу и сохраню его наказ. Что ты сказал? Курайшитам известно, что среди них нет человека, который был бы послушан своему отцу так же, как я. Хотя я придерживаюсь веры, отличной от его. Если бы не это, я поступил бы так же, как выступил мой брат. Отец запретил мне совершить хиджру с посланником Аллаха и его с подвижниками. И вот теперь я делаю, что отец велел. Как будто он присутствует. К тому же, я не могу смотреть на него в кандалах. Еще я не хочу, чтобы посланник Аллаха видел меня прибывшим с выкупом, ведь я отказался выйти с ним. И клянусь Аллахом, я не знаю, где имущество отца. Вот мои ноги. Закуйте их в кандалы, чтобы я сохранил верность отцу. Ты такой же, как и твой брат, обманувший отца и примкнувший к Мухаммаду и сражавшийся вместе с ним. И вот он сейчас в Ясребе смотрит на своего отца в кандалах. Клянусь Господом, ты знал, что он собирается сбежать. И скрыл это от своего отца. Какие живы, плохие сыновья. Нет, я не украла это. Пусть даже украла, не имеет значения. Если им дозволено нас мучить, то мы можем взять их имущество незаметно. Иногда мой господин кажется мне хорошим человеком, когда не гнивается, и он не брезгует моей истребнёй. Я сама готовила это. Я хорошо готовлю. И когда мы станем мужем и женой, я не оставлю твой живот пустым даже на час. И чем же ты его наполнишь? Мясом верблюдов, которых в наследство оставили наши родители? Какой же ты мрачный. Разве ты не знаешь, что Аллах кормит птиц в небе? Они уходят утром голодными, а возвращаются сытыми. Где ты услышал эти слова? Почему ты так подавлен? Ты как будто скорбишь по убитому в Баге. Меня не огорчает их смерть, но и не радует победа Мухаммада. Ты знаешь, что Белял? Да. Я знаю, что он убил своего господина Умайо. Горе тебе. Он уже давно не его хозяин. Времена изменились, так что раб сегодня стал хозяином. А его прежний хозяин теперь в могиле. Разве это не удивительно? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова И вам мир Мир вам Микрас, брат мой и друг Сухаэль Что привело тебя из Мекки? Вы не расскажете мне, что происходит? Твой друг Микрас Ибн Хафс Привел к посланнику Аллаха Мир ему и благословение Как выков за тебя У него, как ты знаешь, нет богатства И он предложил заковать себя в кандалы вместо тебя Пока ты не отправишься в Мекку И не вернешься с выкупом И посланник Аллаха согласился на это Зачем ты сделал это, брат? Потому что я знаю, что если бы на твоем месте был я То ты сделал бы для меня то же самое Спеши в путь, пока я не успел затасковать в кандалах Как благородно поступил Микрас Да, клянусь Господом Я не представляю, чтобы такой благородный и мужественный человек оставался у многобожий Может быть, Аллах приведет его в ислам Благодаря этому благородному поступку Подобное ему заслуживает этого А ты, Сухаэль Клянусь Аллахом, я не хотел, чтобы ты вернулся в Мекку в здравии Потому что ты много вредил посланника Аллаха языком Сделав его языком шайтан Я просил его позволить мне вырвать тебе зубы, чтобы твой язык свешивался И ты никогда больше не мог говорить среди людей Ты все такой же, Умар Разве ты не спросишь, что он ответил мне? Он сказал Если я изувечу его, то Аллах изувечит меня Пусть даже я пророк Он так сказал? Еще произнес слова, о которых я не перестаю думать Запомни их и задумайся над этим Он сказал, оставь его Умар Возможно, он изменится, и это обрадует тебя Иди Я подготовил тебе верблюда, на котором ты поедешь Я заплачу Чем ты заплатишь? Я принесу выкуп КОНЕЦ 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 Что касается дирхемов, то мы согласны на них Как на выкуп за нашего брата Однако оружие, ты знаешь, Умар, что это наследие, подобного которому арабы не знают Это стало реликвией дома Валида ибн Мугиры Нет пользы роптать, Халид Ничто не сравнится с велением посланника Аллаха, мир ему и благословения Иди и принеси оружие с имуществом, если ты хочешь выкупить своего брата и вернуться с ним в Мекку А ты не поговоришь с Мухаммадом? У тебя с ним хорошие отношения Да потеряет тебя твоя мать, Халид Клянусь Аллахом, я так не сделаю Если бы я решал что-то, я бы назначил за твоего брата больше выкуп Я лучше других знаю, сколько имущества вам оставил отец И ты не посмотришь на на жратство и старую дружбу? Абульхаком был моим дядей Он умер И самым его заклятым врагом был я Слушайся и не затягивай с исполнением Я не отдам оружие Разве Валид не сын твоей матери? Оружие моего отца Я не отдал бы его даже за себя Это оружие нашего отца, а не только твоего Клянусь Богом, если бы не людские языки, я не выкупил бы тебя И оставил бы меня в плену? Разве не ты сам предпочел плен для себя? Люди узнали это и видели, что ты не рад был сражаться Ты вынудил меня выйти сражаться, хотя я не хотел И я тебя предупреждал Да ты сказал, что я пожалею, но мне и в голову не пришло бы, что ты слабохарактерен Ведь я сын Валида Ибн Мугиры, и мой брат Халид Ибн Валид Я не слабохарактерен и не труслив Тогда почему ты бросил оружие и сдался, так и не ударив им никого? Разве ты не замечал, что не я один не враждовала с посланником Аллаха? Посланник Аллаха? Ты говоришь, посланник Аллаха? От его сподвижников я слышал, о чем говорит Мухаммед И это, клянусь Богом, красивая речь И мы слышали, как отец повторял слова Мухаммеда Лучше не сможет сказать даже кто-либо из его сподвижников Но и после этого он враждовал с ним Следовать истине, которую он знал, ему помешала лишь гордыня и положение в племени Кто из двух достоин, чтобы ему следовали? Человек, не говорящий ничего, кроме правды, или человек, узнавший истину и отрицающий ее? Но я все же был в сомнениях и не знал, как поступить Я сказал тебе, возможно, мой отец, сказавший нам о словах посланника Аллаха, одолеет шайтана и приведет нас к посланнику Аллаха И тогда я стану сподвижником пророка и не лишусь любви отца А теперь я сам увидел нрав мусульман, и я решился Поистине Он посланник Аллаха, и я исчисла мусульман Неужели нельзя было это сделать до того, как мы отдали за тебя выкуп из наследства отца? Я не хотел принимать ислам, пока меня не выкупят, как и других подобных мне Чтобы курейшиты не говорили, что я последовал у Мухаммаду, желая сохранить богатство Выпейте, отец Убери это Можешь вылить Я остался, разве вы не поклялись, что я не отправлюсь в Ясреб? Клянусь Господом, если бы ты мог, ты сейчас же отправился бы и не обращал бы внимания на меня Но я не знал, где ваше имущество Ты все еще печалишься по нашим убитым при Бадре? Клянусь Богом, нет ни покоя после этого Клянусь, если бы не долг, который я не в силах выплатить И не семья, за которую я беспокоюсь Я бы отправился к Мухаммаду Чтобы убить его К тому же мой сын в плену у них Ты действительно мог бы это сделать? Да Тогда бери за дело Что касается долга, я выплачу его А твоих детей оставь на меня Я позабочусь о них и сделаю для них все, что смогу Не беспокойся об этом Никому не говори об этом Хорошо Но я боюсь за тебя Как ты убьешь его и спасешься сам? Тот, кто думает о своем спасении больше, чем о гибели врага Тот никогда не решится на храбрый поступок Но не бойся за меня Я сделаю это, когда останусь с ним наедине И мне достаточно будет поцарапать его мечом Обработанным ядом Я привел к вам того, кто составит вам компанию Музыка 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 Зато Музыка Сафан, ты улыбаешься, ты в хорошем настроении Мы не видели тебя таким со времён нашего поражения при Бадре И вы тоже обрадуетесь событию, которое скоро произойдёт И заставит вас позабыть то, что произошло при Бадре Как может что-то произойти, когда мы все здесь и даже не покинули мягку? Надейтесь на хорошее и не спрашивайте большего ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это враг Аллаха Умайр ибн Вахх. Ни к добру его прибытия. Это он оповестил врага о нашем количестве в день Бадре. Что привело тебя? Да будет утро твоё благим, Умар. Аллах дал нам лучшее приветствие, чем твоё. Что привело тебя? Я пришёл из-за моего сына, который у вас в плену. Может, Мухаммед окажет мне милость. Мне можно будет войти и поговорить с ним. А зачем тебе меч? Да пропадут эти мечи пропадом. Разве помогли они нам? Умар! Посланник Аллаха разрешил ему войти. Войдите тоже к посланнику Аллаха и сядьте рядом с Умайром. Ему нельзя доверять. Сафан. Мы все ждём события, о которых ты нам говорил. Я тоже в ожидании. Надеюсь, оно случится в ближайшее время. Что же ты сделал со своим другом, Сафан ибн Умайя? Сафан ибн Умайром. Умайр. Абу-Вахаб. Наконец-то. Я сегодня самый счастливый из людей. Я рад, что ты вернулся живым и невредимым. Как же я боялся за тебя. Прошло так много времени. Говори, не испытывай моё терпение. И зачем я спрашиваю? Ведь если бы ты добился своей цели, весть об этом распространилась повсюду, и все узнали бы об этом. Пусть так. Ведь ты старался и сделал всё, что в твоих силах. Он защищён своими сподвижниками и не показывается никому. Мне достаточно того, что ты вернулся невредимым, иначе бы я корил себя за это всю оставшуюся жизнь. Проходи. Угостите Абу-Вахаба едой. Я не хочу есть, Абу-Умайя. Что с тобой, Умайр? Как будто что-то тревожит твое сердце и связывает язык. Я принял ислам, Абу-Умайя. Лучше бы ты умер, прежде чем сделать это. Мой брат, Абу-Умайя, клянусь Аллахом, этот человек пророк, его вера и истина. Клянусь Аллахом, он рассказал мне всё, что произошло между мной и тобой. А ведь ты знал, что о нашей тайне не знал никто, кроме Аллаха, который оповестил своего пророка. Мухаммад околдовал тебя, как и других. Если ты поверил ему, то зачем вернулся к нам от него с наихудшими известиями? Да будет тебе благо. Я не мог, узнав истину и познав добро, не уведомить тебя. Ведь ты сделал доброе дело, завещав мне своё имущество. Я надеялся вернуть хоть часть твоей доброты ко мне, и не нашёл лучшего, чем ислам, чтобы одарить тебя. Я надеюсь, ты примешь это. Вот как ты меня отплатил. Исчезли с моих глаз. Клянусь, я никогда не заговорю с тобой и не сделаю тебе добра. Уходи отсюда. Знай, ты мне больше не друг. Курайшиты! О, Курайшиты! Клянусь Аллахом, я был сатаной из невежественных. Но Аллах оказал мне милость и привёл в ислам. Я познал истину и отрёкся от лжи. О, Курайшиты! Я отправился к посланнику Аллаха, чтобы убить его. И что же я у него нашёл? Я нашёл, что он желает мне добра. Больше, чем я желаю ему зла. И когда я познал истину и уверовал в него, я дал себе слово отправиться в Мекку и не останавливаться даже перед лицом смерти. Я буду идти против тех, кто вредит Мухаммаду и его сподвижникам, и призывать к исламу, и перечислять его блага. Я надеюсь, Всевышний Аллах смоет мои грехи и простит дурные поступки, если я стану призывать всех к истине. Клянусь Аллахом неправильно то, что вы враждуете с вашим пророком. Ведь он исчисла вас, и Аллах возвеличил его пророчество. Может ли быть такое, что другие люди верят ему, а вы идёте против него? Какие же вы плохие родственники пророка! Какие же вы плохие родственники пророка! Пока не уверуете! Убирайся отсюда! Да унизит Аллах то, с чем ты пришёл! Иди, Абу-Вахад! Мы не нуждаемся в том, к чему ты призываешь нас. Мы уже слышали это от того, кто был лучше тебя, и не приняли от него. Иди! Иди! Почему мы позволяем такому, как он, прийти и разбрасываться словами, порицающими нашу веру? Клянусь я, ударю его мечом! Икрима! Если кто-либо из вас причинит ему вред, то станет мне врагом! Разве ты не слышал, что он говорил? Слышал. Но у меня есть обещание, которое я дал ему. И я должен сдержать его. Я, Абу-Суфьян, ты глава и господин Курайшитов. Ты знаешь, что после битвы при Бадре мы не знаем покоя. С тех пор прошло много времени, а мы не отомстили за наших убитых. Мы теряем уважение среди арабов. Они стали считать нас слабыми и ни на что не способными. Они осмелели по отношению к нам. Ну, что ты скажешь? А разве могут расходиться мнения в подобном деле? В Мекке нет дома, который бы пострадал, как мой дом. Погибли мой отец, брат и дядя. Если вы не решаетесь на месть, сидите как женщины, то ищите для себя другие постели, но не постели ваших жен. Клянусь, если вы не станете мстить Мухаммеду, то мы откажемся от вас. Мы, дочери Тарика, из рода благородного. Коль пойдете вы вперед, то вас обнимем мы. А если предпочтете вы бегство позорное, то расстанемся с вами, как с нелюбимыми. Саиди. Мой господин, приказывайте. Я послал за тобой, чтобы люди были свидетелями того, что мы решили отправиться против Мухаммеда и жителей Ястреба, чтобы отомстить за наших убитых при Бадре. Ты лучше всех бросаешь копье, и это твой день. Хамза ибн Абдуль-Муталиб убил многих из нас при Бадре, и среди них был мой дядя Туайма ибн Ади. Если ты сможешь убить Хамзу, то я освобожу тебя. Если ты сделаешь это, то получишь от меня это, это, и это. А какое тебе дело до войны с Мухаммедом? Зачем ты выходишь с ними? Я делаю то, что приказал мне мой господин. Я иду не воевать. Я должен убить лишь одного человека. Только один человек. До других мне нет дела. Хамза ибн Абдуль-Муталиб. Если убью его, получу свободу. Долгожданную свободу. Я буду делать, что хочу. Выбирать, что хочу. И женюсь, на ком захочу. Горе тебе. Между тобой и им нет вражды. Между мной и Хамзой? Кто я такой, чтобы между нами была вражда или еще что-то? Клянусь, я ненавижу его не больше, чем своего хозяина. Но он может стать моим освобождением. Разве я не советовал вам не выходить из Ясриба? Там мы были в безопасности. Если бы они попытались войти к нам, то мы бы сражались с ними. Но он послушался других и последовал их совету. Они послушались их и ослушались меня. Зачем нам губить себя? Я и те, кто со мной, вернутся в Ясриб. Если ты так думаешь, то что заставило тебя выйти с нами? Нет, клянусь Аллахом. Ты хотел оставить людей без помощи, чтобы им облегчить дело. Люди! Если бы мы знали, что будет война, мы бы не покорились вам. Но мы не думали, что будет война! Аллах отделил скверное от чистого раньше, чем мы станем лицом к лицу с врагом. Это благо! Возвращайтесь в строй, да наставит вас Аллах! В строй! Иудеи! Клянусь Господом, вы знаете, что обязаны помогать Мухаммеду. Вы заключили с ним договор, и он соблюдал его по отношению к вам. А теперь к нему явился враг, и он вышел сражаться с ним. И будет справедливо, если вы исполните то, что должны, и выйдете на помощь ему. Клянусь Господом, мы не знаем, ты мусульманин или иудей, как мы. Иудей, держащий слово и исполняющий договор. Я жалею вас больше, чем вы сами себя жалеете. Умный тот, кто сегодня думает и действует на пользу завтрашнему дню. Тот, кого не ослепляет временное благо, и кто помнит о наступлении своего часа. Тот, кто не берет в долг малое, для того, чтобы лишиться большего. Сегодня суббота, и нам не дозволено сражаться в этот день. Да и Мухаммад не желает нашей помощи в этом сражении. Ваша причина не в субботе. А я же пойду исполнять свой договор. Гора Ухуд. Седьмое число месяца Шавваль, третий год от хиджвы. КОНЕЦ 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 Посланник Аллаха. Мир ему и благословение. Повелевает Вам чтобы вы не покидали место сражения, даже если увидите, что мы побеждаем. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА АЛЛАХ ЕДИН! АЛЛЛАХ ЕДИН! АЛЛЛАХ ЕДИН! Пусть кто-нибудь выйдет на поединок. Клянусь тем, в чьей власти моя душа, я буду сражаться с тобой, пока не убью тебя и не отправлю свои сабли в ад, или пока ты не отправишь меня своей сабли в рай. Сын моего дяди, смелуйся ради радственной связи. Аллах един! Аллах един! Аллах един! Аллах един! Аллах един! Аллах един! Почему ты не убил его? Это сын моего дяди. Когда он упал на землю, то попросил смилостивиться ради родственной связи. И я не стал его убивать. О Бану Абдудар! О, защитники нашей земли! Убейте каждого из них! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 Трофей! Трофей! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует... 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 А как насчёт того, что у него есть оружие? Оно только на случай вашего нападения. Верно. Мы нападём, если он попытается войти к нам. Даже если он пришёл не за тем, чтобы воевать. Клянусь Аллахом, он никогда не зайдёт к нам. И не будет у арабов повода обсуждать нас. Всё, чего мы хотим, это заключить между вами перемирие и сохранить родственные связи. А мы узнали, что вы ранее помогали, и мы поддерживали с ним связь. И передавали ему информацию о нас, принимая его наставления. Можете возвращаться, мы не нуждаемся в ваших советах. Уходите. Если вы помешаете ему, когда он придёт отдать почтение святыне, то арабы упрекнут вас, хотя они исповедуют вашу религию. Они скажут, что это делают курайшиты. Они считают святыню своей собственностью. Тогда как она принадлежит всем людям? Мы почитаем их за то, что они хранят её, но не позволим им сделать её своей собственностью. Если завтра между вами появится вражда, возможно, они и нас не пустят к святыне. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Мы так не договаривались, когда я освобождал тебя от оков. Надо было убежать к посланнику Аллаха со своим братом. Но ты не Абдулла. Ты имеешь в виду, что я не такой решительный, как он? Понимай, как хочешь. Но сейчас ты в оковах, потому что сам этого захотел. Если ты послушался бы меня, то не сидел бы сейчас в них. И если бы ты... Верно. Если бы ты владел решительностью своего брата, то не сидел бы сейчас в оковах. А у тебя нет ни того, ни другого, ни покорности, ни решительности. Ты находишься между этим и тем. И я не могу гордиться ни твоей покорностью мне, ни твоей решительностью и стойкостью, на чьей бы стороне ты ни был. Проведу ли когда-нибудь ночь в долине я, где тростник душистый будет окружать меня? Достаточно, Белел, достаточно. Ты еще больше опечалил нас своими стихами. Чем больше мы приближаемся к Мекке, тем сильнее желание до нее добраться. Как же так? Мы приблизились к Мекке на такое расстояние, что чувствуем ее запах, и пешо легко доберется до нас. А Курайшиты препятствуют нам войти в город. Это Урва бин Максуд Сакафи и его мать Субая бин Абдушамс. Он принес нам вести о Курайшитах. Что тебе нужно, Урва? Я хочу поговорить с Мухаммедом. О, Мухаммед, неужели ты собрал этих людей и ведешь их к своему племени для того, чтобы напасть на них? Курайшиты надели свои доспехи и поклялись, что вы никогда не войдете в Мекку. Клянусь Аллахом, возможно, твои сподвижники завтра же бросят тебя в беде. Прекрати, подлец. Это мы бросим посланника Аллаха. Клянусь Аллахом, Абубакр, если бы не одолжение, которое ты когда-то мне сделал, я бы тебе ответил. О, Курайшиты, я был у Хасрова в его царстве, у Цезаря в его государстве, у Негуса в его царстве, и, клянусь Аллахом, нигде не видел такого почета и уважения, каким окружают Мухаммеда и его сподвижники. Я видел, что случилось с людьми, которые ему не покорились. Так что думайте и примите правильное решение. Добро пожаловать, Усман. Шахбан. Я сообщил людям о твоем прибытии и о том, что ты хочешь встретиться с войском Курайшитов. Они собрались и ждут тебя в зале собраний. Следуй за мной, я отведу тебя к ним. Мы выслушали тебя, Усман. И нам также было известно ранее, что вы пришли, не желая войны. Все арабы знают, что мы дали клятву, что не впустим вас в город. Если мы сделаем это, то это унизит нас перед арабами. Ты останешься пока у нас, а мы примем решение, которое устроит и нас, и вас. Усман не возвращается уже долгое время. Возможно, с ним что-то случилось. Прошло уже несколько дней, его нет. Думаешь, его задержали? Если они сделали это, то сами себе объявили войну. Они убили его. Они убили Усмана, да уничтожит их Аллах. Горе тебе, что ты говоришь. Наш человек в Мекке только что прибыл и сообщил посланнику Аллаха, что Усман исчез с тех пор, как поговорил с Курайшитами и передал им слова посланника Аллаха. И в Мекке пошли слухи, что его убили. Значит, будет война. Также посланник Аллаха сказал, мы не уйдем, пока не уничтожим этих людей. Он зовет нас к тому дереву, чтобы мы дали ему клятву, что мы не отступим, пока Аллах не одарит нас победой над Курайшитами. Объяви, люди, Мумар. Твой голос самый громкий. О, люди! О, люди! Неважно, как об этом узнали, сейчас важнее всего опровергнуть эти слухи, пока это не навредило нам. Вам уже известно, что Мухаммад принял клятву своих подвижников сражаться с нами за убийство Усмана. Пусть сражается. Этого мы и желаем. Мы этого не желаем, ведь есть возможность избежать этого. Халид прав. Если он нападет на нас, то мы ответим ему тем же. Но он не был настроен на войну, пока до него не дошел слух об убийстве Усмана. Освободите человека сейчас же, чтобы опровергнуть слухи. Нам достаточно и того, что мы настроили арабов против себя, и дав Мухаммаду навестить святыню. Не хватало того, чтобы дошел слух, что мы убили посланника Мухаммада, который пришел с миром. Клянусь Аллахом, это Усман! 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 Все, что мы сделали, это настроили арабов против себя, и показали, что Мухаммад лучше нас. Клянусь Аллахом, если призовете арабов к войне против него, то они не пойдут на это. А если Мухаммад захотел бы войти к вам силой, то вы не смогли бы ему помешать. Халид бен Валид, наш отважный полководец, хочет уберечь нас от нападения Мухаммада. Прекращает Абу Суфьян. Абу Сулейман хочет, чтобы мы приняли правильное решение. Хорошая мысль – половина победы. А как же мы тогда поступим? Вы не хотите сражаться с ними, но также не хотите дать ему пройти к святыне. Как нам поступить? Сухайль бин Амр? Наверное, Курайшиты хотят заключить перемирие, раз отправили его. Заключили перемирие? Думаю, что да. Думаешь? Осталось только составить соглашение. Мы сделаем это завтра. Но я не вижу радости на лицах людей. О, Абу Бакр, разве он не посланник Аллаха? Да. Разве мы не мусульмане? Да, мы мусульмане. Они разве не многобожники? Это так. Тогда почему же мы позволяем так с нами поступать? Неужели мы так и не совершим хадж в этом году? Мы ведь сильнее могущественнее их. Мы совершим хадж в следующем году по воле Аллаха. Если кто-нибудь из Курайшитов придет к нам без разрешения его родных, то мы не примем его. А если к Курайшитам придет кто-нибудь из нас, то они его примут. Как такое может быть? Умар, он раб Аллаха и его посланник. Он не делает ничего, кроме того, что повелел ему Аллах. Повинуйся ему во всем. Это договор между Мухаммадом, сыном Абдуллы, и Сухаэлем, сыном Амр. Они договорились прекратить войну на 10 лет. В течение этого времени люди будут в мире и не будут нападать друг на друга. Кто придет к Мухаммаду из Курайшитов без разрешения своих родных, будет отправлен обратно. А кто придет к Курайшитам из находящихся вместе с Мухаммадом людей, то Курайшиты принимают его. Если кто-нибудь из других племен пожелает заключить договор с Мухаммадом, то пусть заключит его с ним. А кто пожелает заключить договор с Курайшитами, то пусть заключает его с ними. Тогда я скажу, что у нас договор с Мухаммадом. А мы, племя Бакра, находимся в союзе с Курайшитами. И что Мухаммад со своими последователями возвращаются обратно в этом году, не войдя в Мекку. А в следующем году Курайшиты покинут город, и они войдут в Мекку. Они пробудут там три дня, взяв с собой только оружие путника. Курайшиты И Авдулла бен Сухайль Ты для меня дороже моих родителей, посланник. Клянусь Аллахом, если бы мы не свидетельствовали, что ты исполняешь только повеление Аллаха, и что Он не бросит тебя, то мы бы ни за что не согласились с этим договором. О, мусульмане! О, мусульмане! Я пришел сюда к Аллаху, к его посланнику. О, мусульмане! Защитите меня! Защитите! Мы уже заключили договор, раньше, чем он пришел сюда. О, мусульмане! Неужели меня вернут к язычникам, которые заставляют меня отречься от своей религии? Абуджандаль! Посланник Аллаха тебе говорит. Мы уже заключили перемирие с Курайшитами и дали друг другу обет, и мы не обманем их. Он передает тебе радостную весть и говорит. Абуджандаль, прояви терпение и покорись воле Аллаха. Он поможет тебе и тем, кто оказался в твоем положении. Это мой брат Абуджандаль. Он пришел слишком поздно. Худайбийское перемирие – это явная победа мусульман, благодаря которой были прекращены всякие военные действия между мусульманами и неверными, что способствовало успеху для исламского призыва, так как мусульмане получили возможность свободно встречаться с представителями всех арабских племен и открыто рассказывать им об исламе. И разумные люди из язычников, которые действительно стремились к истине, стали принимать ислам. Благодаря этому за два года ислам приняло больше людей, чем за первые 19 лет существования этой религии. Зухри отмечал, Худайбийское перемирие фактически являлось самой большой победой мусульман, которую они одержали со дня начала пророческой миссии пророка Мухаммада, мир ему и благословение, до заключения этого договора. Обратите внимание, какие хорошие последствия имел этот договор, при заключении которого пророк Мухаммад, мир ему и благословение, принял все условия, продиктованные Сухайлем. В этом состоит мудрость заключения такого, казалось бы, несправедливого по отношению к мусульманам договора. Кроме того, это является одним из больших чудес пророка Мухаммада, мир ему и благословение, которое еще раз доказало, что он истинный посланник Аллаха. Умара, Схаб и другие из подвижники, которых заключение этого договора привело в растерянность и замешательство, впоследствии поняли, что это была самая настоящая победа мусульман. Умара, Схаб, да будет доволен им Аллах, испытывая угрызение совести за свои слова, высказанные пророку, мир ему и благословение, раскаившись, пытался искупить свой проступок с помощью поста, намазов, освобождения рабов и раздачи милостыни, и продолжал делать это до конца своей жизни. Выдающийся ученый современности Кура Мухаммад Хаджи Рамазанов да смилуется над ним Аллах. Этот поступок пророка Мухаммада, мир ему и благословение, еще раз убеждает нас в том, что жить в мире с неверующими, хотя исходит от них некоторая несправедливость, лучше, чем кровопролитная война. О, мусульмане! О, мусульмане! Я пришел сюда к Аллаху, к его посланнику. Мы уже заключили договор. Мусульмане! Неужели меня вернут к язычникам, которые заставляют меня отречь от своей религии? Абуджандаль! Посланник Аллаха говорит тебе, мы уже заключили перемирие с Курайшитами и дали друг другу обет, и мы не обманем их. Он передает тебе радостную весть и говорит, о, Абуджандаль, прояви терпение и покорись воле Аллаха. Он поможет тебе и тем, кто оказался в твоем положении. Это мой брат Абуджандаль. Он пришел слишком поздно. В этом больше нет нужды. Тот, кто придет к Мухаммаду без разрешения своих родных, будет нам возвращен. А тот, кто придет к Курайшитам, из тех, кто с Мухаммадом, не будет им возвращен. Ты действительно думаешь, что получил для Курайшитов больше, чем отдал посланнику Аллаха? Ты не слышал, что я сказал? Скажи мне, сколько человек отступили от их религии со дня не спасла ни откровения посланнику Аллаха? И сколько человек ушли от вас к нему с того же дня? Вы боитесь, что люди отвернутся от вас? Поэтому и поставили такое условие. А что касается посланника Аллаха, мир ему и благословение, то он не боится за своих сподвижников, как боитесь вы за свой народ. Именно поэтому он и согласился. Клянусь Аллахом, это ваше признание того, что вы на ложном пути, и подтверждение, что посланник Аллаха, мир ему и благословение, на верном пути. Во всяком случае, с этого дня его последователей не станет больше, чем наших. Если это условие помешает людям переселиться к посланнику Аллаха, мир ему и благословение, то оно не помешает им принять ислам. Это приведет к тому, что они отступят от вашей религии. На вашей же территории. Мусульмане будут находиться не только вне города, но и среди вас. Это приведет к тому, что жизнь Мекки станет для вас невыносимой. Подожди, Сухайль-Бен Амар. Подожди, я тоже подожду вместе с тобой. Горе вам. Разве вы не видите, что мы освободили вас? Или, может, вы уже привыкли к темнице и оковам? Мы можем выйти? Мы ведь вас освободили, а значит, не запрещаем вам выходить. Мы можем переселиться к посланнику Аллаха? Если вы желаете отправиться в Яслип, а потом вернуться разочарованными, можете идти. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Абубасир, ты сбежал из Мекки? Отведи меня к посланнику Аллаха, Умара. Клянусь Аллахом, я ни за что не вернусь к многобожникам. Но тебе известно, что по договору мы должны возвращать им тех, кто пришел к нам без их разрешения. Отведи меня к посланнику Аллаха. Эти двое вышли за тобой согласно договору между нами и Курайшитами. Он вышел без разрешения своих родных. Договор, есть договор. Почему меня возвращают к многобожникам? Они заставляют меня отречь от моей религии. Ты уже слышал слова посланника Аллаха, мир ему и благословение, Абубасир. Тебе известно, какой договор между нами и этими людьми, а нам наша религия не позволяет нарушать договор. Аллах поможет тебе и таким, как ты. Аллах поможет тебе и таким, как ты. Аллах поможет тебе и таким, как ты. О, посланник Аллаха, ты выполнил долг, соблюдая договор с Курайшитами. Я тверд в своей вере. Меня нельзя отвратить от нее. Ты прекратил войну с Курайшитами. Но что касается меня и мне подобным, то нет между нами и Курайшитами договора и мира. Я отправляюсь к Красному морю. И пусть ждут Курайшит от меня неприятностей. Настало время слабым наказать притеснителей. Субтитры создавал DimaTorzok Дмитрий Хабхи. То есть и безмитрия. Курайшит от cu Tuckeroy. Курайшит от Моста 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 Молестя. В Zeus восторгил горно. Пошли. Наконец-то, наконец-то, я прощаюсь с мякой, чтобы встретиться с посланником Аллаха. Мир вам! И вам мир! Мир вам! И вам мир! Мир вам! В защиту! В защиту! Мир вам! 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 Мир! Мир вам! 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 Благословение, передает вам свои приветствия и зовет вас в свой город, чтобы находиться с ним. Корешиты отказались от своего условия и попросили приютить вас. Аллах Велик! Аллах Велик! Где Абу Басир? Он уже несколько дней в таком состоянии. Аллах Велик! Может, ты сядешь со мной на верблюда? Нет, у меня еще достаточно сил. Горе тебе! Разве я не сказал тебе, садись со мной на верблюда? Не вздумай идти с этой раной! Это всего лишь палец, который кровоточит на пути Аллаха. Садись на верблюда! Догони меня, если сможешь. Садись на верблюда! Садись на верблюда! Наконец-то, Абу Джанзаль! Наконец-то мы встретились! Мой брат Абдулла всегда опережает меня! Что ты скажешь теперь, Умар? Да простит меня Аллах! Да простит меня Аллах! Аллах и посланник лучше знают! Аллах и посланник лучше знают! Клянусь Аллахом, ты был прав, когда сказал мне, следуй пророку, он видит из откровения Аллаха то, чего не видим мы! А я тогда разозлился и возражал против слов посланника Аллаха. Горе мне! Как же мне искупить грех? Не волнуйся! Ты не был против посланника Аллаха и злился ты только ради Аллаха и его посланника, даже если был неправ. И посланник Аллаха не разгневался на тебя, когда ты высказал свое мнение. Он знал, что в твоем сердце. Поистине дела оцениваются по намерениям. Пророк советовался с нами, как было велено ему Аллахом. И то, что он решил, то это повеление Всевышнего. И мы повинуемся ему, и ты в том числе, Умар. Клянусь Аллахом, ты самый правдивый. А ты, Умар, тот, кто различает добро и зло. Эфиопия Мы прикажем, чтобы им приготовили навьючных всем необходимым верблюдам, чтобы они могли вернуться. Хотя нам и тяжело расставаться после столь долгого времени, проведенного по соседству. Да вознаградит тебя Аллах, правитель. Ты выполнил свой договор у посланника Аллаха, мир ему и благословение. Не ошибся в тебе. С твоего позволения, правитель. Доброе утро, правитель. Присаживайся, Амр. Этот человек, который только что вышел... А что с ним? Он один из подвижников Мухаммада. Верно. Пророк отправил его ко мне собрать своих сподвижников, которые все еще проживают по соседству с нами. Джафара и его товарищи. Они что, возвращаются к своим? Этот человек, посланный Мухаммадом, Амр бин Умаэта Дамрии, он убил достойных и лучших людей из нашего племени, в войне, которая была между нами. Мой народ обвинил в произошедшем меня. Я пришел с просьбой к тебе. Если... Если бы ты позволил мне убить его, отомстив за тех, кого убил он, быть может, мой народ простил бы меня? Прости меня, царь. Клянусь, если бы я знал, что тебе это не понравится, то не стал бы просить об этом. Ты просишь меня, чтобы я отдал тебе посланника человека, к которому приходит архангел Гавриил, который приходил и к Мусе, чтобы ты убил его? Что с тобой? Ты лишился разума? Это правда, проявитель? Горе тебе, Амр. Слушайся меня и следуй ему. Клянусь Господом, он пророк. Он победит всех, кто против него выступает, как победил Муса, фараон и его войско. Ты принял ислам? Спасибо за субтитры Алексея Кубковской волос. Я не понимаю, что тем не менее. Мадаин. Город персов. Во имя Аллаха, милостивого ко всем на этом свете, и лишь к уверовавшим в день суда. От Мухаммада, посланника Аллаха, Хасрова, государю Персии. Мир тому, кто следует правильным путем, верует в Аллаха и его посланника, и свидетельствует, что нет Бога, кроме единого Аллаха, и что я, посланник Аллаха, не с послами ко всем людям, чтобы увещевать их. Прими ислам, и ты спасешься, а если откажешься, то понесешь на себе бремя грехов, огня поклонников. Во имя Аллаха, милостивого ко всем на этом свете, и лишь к уверовавшим в день суда. От Мухаммада, посланника Аллаха, Наджаши, государя Эфиопии. Я восхваляю Аллаха, кроме которого нет иного Бога, Пресвятого Владыки, Хранителя и Попечителя, и свидетельствую, что Иса, сын Марьям, раб Аллаха, его посланник. Слово Аллаха, вложенное святой Марьям. Аллах вложил в него живой дух, как и в Адама. Я призываю тебя к Аллаху, кроме которого нет иного Бога, и у которого нет сотоварища, и призываю дать клятву повиноваться мне, исследовать мне и уверовать в то, с чем я пришел. Я посланник Аллаха. Я призываю тебя и твои войска уверовать в единого Аллаха. Я передал и донес тебе наставление от Господа. Прими их. Газа. Кто из вас глава племени? Пусть пройдет за мной со своими людьми. Куда? Мы не сделали ничего плохого. Не спрашивайте. Делай то, что тебе говорят. А как быть с моей торговлей? Оставь торговлю на своих людей, пока не вернешься к ним. Пошли. Александрия. Во имя Аллаха, милостивого и милосердного. От Мухаммада, посланника Аллаха, Мукаукису, правителю Египта. Приветствую вас и призываю вас принять ислам. Иерусалим. КОНЕЦ КОНЕЦ Этот человек, который появился среди вас, утверждает, что он пророк. Кто из вас ближе к нему по родству? Я ближе всех к нему по родству. Подойди ближе. А твои товарищи пусть остаются на месте. Я спрошу тебя об этом человеке. Если мне солжет ваш друг, скажите мне, каково его происхождение? Он благородного происхождения. Заявлял кто-нибудь среди вас нечто подобное? Нет. А кто-нибудь из его предков был правителем? Нет. За ним следуют знатные люди или же простые? Больше следуют простые. Их число увеличивается или же уменьшается? Увеличивается. Кто-нибудь из них отступает от его религии с негодованием, после того, как они вступают в нее? Нет. Вам приходилось обвинять его во лжи прежде? Нет. Ему свойственно вероломство? Нет. У нас сейчас с ним период перемирия, и нам неизвестно, что он сделает за этот период. А вы сражались с ним? Да. И как проходило сражение? Война между нами велась переменным успехом. То мы побеждали, то они. И что он велит вам делать? Он говорит, поклоняйтесь одному Аллаху, не предавайте ему сотоварищей, откажитесь от заблуждений. что говорили ваши предки. Также он велит нам совершать молитву. Ты сказал, что он знатного происхождения. Но такого происхождения и бывают, посланники. Все посланники принадлежали к знатным родам, и что до него о подобном не заявлял никто. А если заявлял бы, то ты сказал его слова особые. И что также среди его предков не было правителей. А если был бы, то ты сказал бы, он пришел за властью своих предков. И вы также не обвиняли его во лжи, то того, как он сказал, что сказал. Из этого я понял, что если он не обманывал людей, то не станет лгать и о Боге. Большая часть его последователей – это простые люди. Именно они и следуют посланникам. Его последователей становится все больше. В этом и заключается суть веры. Никто не отступает от его религии с негодованием, после того, как вступил в нее. Так и бывает с верой, когда она проникает в сердца. Он не обманывает, как и все посланники. Я спросил тебя, что он вам велит. И ты ответил, он велит вам поклоняться одному Аллаху и не предавать ему сотоварищей, а также отказаться от идола поклонства. Если то, что ты говоришь, правда, то он завладеет и моей землей. Вот его письмо. Прочти его еще раз. Во имя Аллаха, милостивого ко всем на этом свете, и лишь к уверовавшим в день суда от Мухаммада посланника Аллаха, Ираклию, императору Византии. Мир тем, кто следует правильному пути. Я призываю тебя принять ислам. Прими ислам, и ты спасешься. Аллах удвоит твою награду. А если ты откажешься, то грех тебе подобный греху фарисеев. Он уже стал отправлять послов к царям. А наше противостояние с ним до сих пор продолжается. Он желает слишком многого. Он обещал своим сподвижникам завоевание королевства Персии, Византии, Египта и Йемена, когда их было еще всего несколько человек, когда они не могли гарантировать себе безопасность даже среди нашего народа, и наши отцы смеялись над ними. И они смогли добиться этого. Представь себе, что все арабы вступили в их религию. Хотя я не считаю, что они вступят. Что из себя представляют арабы по сравнению с этими царями и их войсками? Ты недооцениваешь свой народ. Если арабы объединятся, то они станут таким же народом, как и остальные. Мы лучше переносим тяготы жизни и трудности войны. Где войны арабов? А где войны персов и византийцев? Война арабов – это всего лишь нападение. А у них огромные войска, которые имеют опыт воевать с такими же, как они. У них отряды, планы, порядок и строй, и орудия, подобные которым мы и не видели, от которых мы утомились по ходе Шама. Если этот человек действительно пророк, то, клянусь Аллахом, он добьется многого. Если бы он был пророком, то ему достаточно было бы попросить своего Господа уничтожить своих врагов. Если он попросит об этом своего Господа, и Господь ему ответит, если арабы погибнут до того, как примут ислам, сможет ли он после этого сказать, «Моя религия победила, и люди вступили в нее». Или же он стремится увещевать свой народ, что Аллах даст им Персию, Византию, Египет. Кажется, ты защищаешь его. Нет, я просто хочу быть справедливым. Допустим, что он без труда, по воле Господа, привлек народ на свою сторону. Как бы трудно пришлось, тогда его сподвижникам. Вы говорите, что арабы не сравнятся в войнах с персами и византийцами. Я больше вас понимаю в войнах. Посмотрите, сколько всего он добился с тех пор, как переселился в Ястреб. Седьмой год по Хиджри. Я тебе покорен, Аллах. И вновь я тебе покорен. Я тебе покорен. Нет у тебя сотоварищей. Я тебе покорен. Поистине вся хвала тебе и все блага твои и все владение твое нет у тебя сотоварища. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok